Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать два системных приложения, которые не несут никакой смысловой нагрузки и не имеют никакого смысла нахождения в нашем телефоне. Мы ими просто-напросто не пользуемся. И о чем я говорю, прямо сейчас покажу и покажу, что нужно с ним сделать. Итак, заходим в наши главные настройки, чуть ниже спускаемся, приложения, все приложения. В строке поиска пишем, бук, смотрите, букмарк провайдерс, раз и вот, comandroid providers partners bookmarks. Нам нужно эти два системы приложения полностью отключить, но смотрите, мы вот сюда переходим и отключить невозможно. Вы, ребят, не прощайте внимания, пожалуйста, что тут все по нулям. Вот я вам покажу сейчас свой Xiaomi Redmi Note 7, тут уже не по нулям. Вот смотрите, букмарк провайдерс, тут написано память 77 килобайт, а здесь ноль. Почему так? Версия букмарк 10 и тут 10. В общем-то, что-то здесь неладное, что-то скрытое и тайное стоит за этими приложениями. Насколько я понял, что эта системная настройка отвечает за какие-то закладки в нашем телефоне. Но мы этим не пользуемся. Я это уже ранее отключал и прямо сейчас я еще вам покажу, как можно это сделать. И мы сейчас это отключим. Для этого мы заходим в Play Market, потом переходим в левом верхнем углу 3 полоски. Справка, отзыв. Заходим, так сказать, в некоторые системные скрытые настройки нашего телефона. Первый пункт. И сейчас я вам покажу. Еще показать системные процессы. И вот тут мы сейчас ищем наших два этих системных компонента. Вот. Букмарк провайдерс. То есть в том разделе телефона мы не могли этого отключить. Здесь же мы сейчас отключим. Нажмем давайте сюда. Ограничение работы в фоновом режиме. И нажимаем пункт отключить. Отключить приложение полностью. А соответственно, если оно было включенное, то оно уже работало в фоновом режиме. И потребляло заряд батареи немножечко. И какую-то память оперативную. Значит, когда мы отключили, все это дело закончилось. Возвращаемся обратно. Теперь ищем нашу другую системную настройку. Com Android Provider Partner Bookmarks. Заходим сюда. Тоже отключаем фоновую работу. Ограничиваем назад. И отключить. Отключить. Отключили. А значит, она была включена и работала в фоне. Теперь мы ее полностью отключили. Вот такие, ребята, мы проделали несложные манипуляции, которые снимут лишнюю нагрузку с вашего телефона. Повторите эти настройки на своем телефоне. Поддержите видео лайком. Оставляйте свои добрые комментарии. Всем желаю, ребята, успехов, удачи. И всем пока. Продолжение следует.